Глава 23. Ужин дома. Окна все еще были открыты, и сумеречный воздух снаружи был полон прохладной свежести. В широком камине священник развел огонь. На плите стоял маленький голубой чайник, в котором он как раз заваривал чай. Это был такой красивый и веселый домашний уют, который любая невеста хотела бы видеть в первый вечер в своем новом доме. Диана знала это и видела эффект, который, возможно, только усиливался от сознания, что она хотела бы оказаться за 500 миль отсюда. Она понятия не имела, какое впечатление производила эта картина на мужа, что венчала ее собственное прекрасное нежное присутствие. Мисс Коллинз подала приготовленные блюда и оставила молодоженов одних. «Я вижу, что попал в новые руки», — заметил священник. «Миссис Персимон никогда не готовила яйца». «Тебе, должно быть, надоела такая жизнь?» «Нет, мне никогда ничего не додоедает». «Даже когда что-то плохое?» «Нет, от плохого я избавляюсь». «Но каким образом?» «Разными способами». «Можешь ли ты делать все, что хочешь, Басиль?» — спросила жена с возрастающим чувством восхищения. «Я сделаю все, что ты хочешь». «Ты это уже сделал, и даже больше», — сказала она со вздохом. «Как понравилась тебе твоя помощница!» «Знаешь, Басиль, я просто не привыкла к тому, и мне никого не надо. Мне нетрудно все делать самой». «Я знаю, что ты можешь, но мне этого не хотелось бы». «Тогда ты мне дашь какую-нибудь работу?» «С избытком». «Мне не важно что, только бы быть занятой. Я не могу переносить безделие, Басиль, что я должна делать?» «Разве тебе не хотелось бы что-то изучать, на что у тебя никогда не было возможности?» «Учиться», — повторила Диана, перед ее мысленным взором открылась целая перспектива возможных новых действий. «О да, я хотела бы учиться, изучать. Ну что, Басиль?» «Что бы ты хотела освоить?» «Я бы хотела... латинский». «Латинский», — воскликнул муж, — «это прекрасный выбор. Греческий тоже?» «Греческий я бы тоже очень хотела знать, но я думаю, что я должна начать с одного». «А как насчет современных языков?» «Знаешь», — смущенно произнесла Диана, — «у меня не может быть учителя, кроме тебя». «И ты сомневаешься в моей квалификации?» «Благоразумно». «Я буду учить все, чему ты захочешь меня научить», — сказала Диана, и вид ее был очень милый и смиренный, хотя в нем было какое-то тревожное напряжение. «Тогда еще один вопрос. Не хотела ли бы ты помогать мне?» «Как?» «В моем служении». «Разве я смогу?» «Я не думаю, что ты знаешь, в чем заключается мое служение», — сухо произнес священник. «Знаешь?» «Я думала, что знаю», — ответила Диана. «Проповедовать?» — продолжал священник. «Но это только одно дело. А еще мое дело — это работать в винограднике моего Господа». «Я думала, ты этим и занимаешься». «Но человек может сказать много проповедей и совершенно ничего не делать из того, что я упомянул». «Тогда что же это такое, Басиль?» «Я покажу тебе, когда мы выйдем из-за стола. Тебе пора это знать». Когда мисс Коллинз забрала поднос с ужином и ушла, священник взял Библию и усадил Диану рядом с собой, чтобы они могли оба ее просматривать. «Твое представление о священнике, что он своего рода машина, составляющая проповеди». «Я никогда не представляла тебя машиной», — ласково возразила Диана. «Но все равно ты думала, что это мое основное занятие, не так ли? А теперь посмотри сюда. Сын человеческий, я поставил тебя стражем Дому Израилеву, и ты будешь слушать слова из уст моих и будешь вразумлять их от меня». «Стражем?» — повторила Диана. «Это очень ответственная должность. Посмотри дальше. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, все и схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража». «Ты имеешь в виду, Басиль?» «Да, все это я имею в виду. Теперь ты можешь понять, что было у Павла на уме и какое это было великое слово, когда он сказал Ефесским старейшинам. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех». Он выполнил свое дело в этом месте. «Я никогда не слышала, чтобы мистер Хартенбург предупреждал нас о чем-нибудь», — заметила Диана. «А я?» «Ты стал причинять мне беспокойство почти сразу, как пришел». «Это хорошо», — тихо проговорил священник. «А теперь посмотри вот эти слова, Диана. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». «Проповедовать Евангелие?» — повторила Диана. «Это просто нести добрую весть». «И все?» «Конечно». «Но, Басиль, я никогда так не понимала». «Для этого есть причина, что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Ты просто не была жаждущей». «Басиль», — проговорила Диана с трепетом, «мне кажется, я жажду сейчас». «Тогда», — ласково сказал ее муж, «ты знаешь, кто мог сказать и говорил, кто жаждет, иди ко мне и пей. Я езем хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». «Это соединяет вместе потребность и источник». «Пока твоя потребность еще не видит, как протянуть руку к источнику, как остро и как невыносимо ощущается жажда». Диана опустила голову так низко, что коснулась руки Басиля. Ей казалось, что ее сердце вот-вот разорвется. «Но это не значит нерешительно и с трудом», — сказала она. «Это не означает любую жажду». «Любую». «Земную жажду, Басиль, как это? У людей есть различные желания». «Есть ли лимит или параметры обещания?» «Нет, не здесь». «А что, есть где-то еще?» Диана молчала. «Нет нигде, кроме предела, установленного верой приходящего. Я знал женщину, умиравшую с голоду и освобожденную на время даже от мук телесного голода тем, что дал ей Христос. Нет такого экстремального состояния человека, для которого Христа было бы недостаточно». «Но...» — все еще с трудом проговорила Диана. «Это только для некоторых людей». «Для некоторых и для всех остальных». «Но Господь не захочет, чтобы приходили к Нему только по такой причине». «Христос никогда не спросит, почему ты пришла. Он пришел в этот мир, чтобы освободить от страданий и спасти от них. Приходящего ко мне не изгоню вон. Это Его собственные слова. Он поможет тебе, если ты позволишь ему, Диана». Голова Дианы еще сильнее прижалась к руке Басиля. При его сострадании ей очень хотелось разразиться дикими рыданиями, но она сдержалась. Догадывался ли ее муж, как сильно она нуждается в помощи? Эта мысль пугала ее. Неожиданно она подняла голову и выпрямилась. А вот еще один стих, продолжал ее муж, который говорит о моем служении. «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». «Я не понимаю». Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. Это значит свадебные развлечения. Какие, Басиль? Жених – это Христос. Невеста – все искупленные им. Придет время, когда все они соберутся вместе, будут омыты от скверны этого мира. Тогда всем будут даны белые одежды праведности. Все будут избавлены от смертной скорби и немощи. Тогда во славе начинается их совершенный, вечный союз со Христом. Празднуется брачный союз. И пир означает полноту и причастие его радости в них и их радости в нем. Последние слова Басиль произнес несколько приглушенным голосом и на несколько минут замолчал. «Моя задача – приглашать людей на этот пир», – проговорил он. «И я приглашаю тебя, Ди». «Я пойду, Басиль!» Слова были произнесены тихим голосом, брызнули слезы, и Диана поспешно ушла. Слова были произнесены тихим голосом, брызнули слезы, и Диана поспешно ушла. Слова были произнесены тихим голосом, брызнули слезы, и Диана поспешно ушла.